Привет, мои прекрасные зрители! Я сегодня хочу записать видео, можно сказать, туриста-иммигранта про плюсы Риги. Какие я здесь нашла плюсы? Их на самом деле очень много, хоть и неожиданно, потому что в Риге климат по большей части, как в России, как в Москве, за исключением того, что здесь есть море, и от него очень большая влажность. В связи с этим здесь люди очень хорошо выглядят, то есть даже если смотришь на людей старшего поколения, вот я, в частности, имела возможность очень хорошо разглядеть отца Ника и его жену, так вот, у них в своём возрасте, а им там 60 с чем-то лет, у них очень хорошая кожа, и я это связываю с тем, что здесь очень высокая влажность, да, это не всегда комфортно, потому что из-за ветров, в том числе с моря, очень промозгло и сыро, но из-за того, что очень большая высокая влажность, кожа у людей в возрасте в очень хорошем состоянии, то есть она напитана влагой и очень хорошо выглядит, даже несмотря на то, что там мужчины точно не пользуются кремами для кожи, как женщины, но тем не менее они очень молодо выглядят, это круто, это, наверное, самый большой плюс Рики, потому что именно из-за того, что климат холодный и влажность, кожа напитывается, она не высушивается от жары, как, например, могло бы быть там где-нибудь в Испании, где то же самое, точно так же есть море или в Италии, здесь в этом большой плюс. Здесь очень много зелени, то есть зелень, она повсюду, здесь огромные зеленые части, много очень таких лесов, пролесков, даже в центре города очень много зеленых насаждений, зеленых, как сказать, газонов, то есть я, например, могла идти по пешеходной дороге, она широкая, я сравниваю с Москвой, как две столицы, широкая пешеходная зона в центре и в спальных районах, и с двух сторон от пешеходной зоны вот так вот идут зеленые, ну как, зеленый газон, иногда деревья, которые там по 3-5 метров, потом идет дорога, потом идет опять там 3-5 метров газона и деревьев, и потом идет набережная. Это настолько круто, ты ходишь, и у тебя прям глаз радуется, то есть нет такого, как в Москве, что ты постоянно упираешься в бетонные многоэтажки и смотришь в упор на какое-то здание. Точно так же, как мы были в Барселоне, там, ну практически, по крайней мере, в центре Барселоны, где мы гуляли, практически нет зелени, и у меня была проблема, где погулять с собакой. Он постоянно искал землю, либо газончик, чтобы сделать свои дела. Залезал как-то, где мы жили в центре, там арендовали квартиру. Он залезал под реконструкцию, как это называется, тротуара, где была огорожена сеткой строительной. Он залезал под эту конструкцию, потому что там была земля, и там делал все свои дела. И потом я вот так вот пыталась залезть под эту сетку, чтобы собрать в мешочек его какашули. В Риге с этим проблем нету, и отсюда вылезает следующий плюс – это очень много собак. Здесь, вот если гуляешь вечером, когда уже подстемнело, здесь, ну если не каждый первый, то каждый второй точно идёт с собакой. Здесь их так много, я вот честно нигде не встречала так много собак. Это очень круто. То есть и все собачники – это же определённое сообщество. Все собачники очень дружелюбные, всегда стараются как-то помочь, всегда стараются как-то с тобой поболтать. Ну это такой между собойчик такой собачий, и всегда ты найдёшь с ними общий язык с собачниками, пока наши собаки играют. И что удивительно, практически нет агрессивных собак. Единственный момент, вот когда я столкнулась с агрессией, это когда Трампа, на него набросился другой Джек Рассел. Я, конечно, была в шоке, и, наверное, там несколько дней после этого события я пребывала в шоке и боялась вообще подходить к каким-то незнакомым нам собакам. Но это прошло, я теперь намотала уже на ус, что надо издалека спрашивать, у вас не агрессивная ли собака. Вот, но 99% собак не агрессивные, поэтому с этим всё хорошо. И это здорово. Причём собаки, я не знаю, с чем это связано, очень много собак, которых взяли из приюта. Если в Москве все стараются взять какого-то породистого щенка, ну может быть это связано с тем, что, во-первых, их гораздо больше в Москве питомников именно породистых собак. В Европе, в частности в Риге, очень с этим большие проблемы, поэтому до всех событий в Европу очень много поставлялось собак именно из русских, из российских питомников. Но я так подозреваю, что там ещё цена вопроса дорогостоящая, потому что собака, во-первых, стоит денег, ну и транспортировка её куда-то в Европу из России тоже стоит денег. Поэтому здесь очень много собак таких смешанных, которых взяли из приюта. Это тоже очень здорово. Они тоже все дружелюбные. Ну, мне кажется, все на самом деле смешанные дворняшки. Они, как я их называю, дворянины, дворянки. Они все очень дружелюбные, всегда играют с Трампом, и это классно. И, кстати, здесь не очень много больших собак. Может быть, это мне так попадается, но в основном берут собак небольшого размера, в связи с тем, что живут в квартирах. И в квартирах гораздо удобнее, чтобы у тебя была маленькая собака, чтобы он тут не затоптал всё на свете. Поэтому вот такой нюанс. Здесь также ещё очень много велосипедистов, и по всему городу он пронизан велодорожками. Сейчас, конечно, холодно. Сегодня, например, 0 градусов. Но вообще, когда было чуть потеплее, там, месяц назад, здесь было тоже безумное количество велосипедистов. Все ездят по своим делам на велосипедах. Везде есть велодорожки. Очень хорошая инфраструктура для тех, кто хочет кататься на велосипеде. Но единственное, по сравнению, например, с Германией, здесь лучше кататься, ну, что называется, на горном велосипеде, потому что для шоссейников, конечно, дорога не очень подходит, потому что он может развалиться, потому что, ну, где-то есть ямки и не такое идеальное покрытие. Но для фитнеса, чтобы поддерживать себя в форме, здесь идеальное место, чтобы кататься на велосипеде. Городской транспорт. Здесь очень хорошо, в Риге, по крайней мере, не берусь говорить за всю Латвию, но в Риге очень хорошо развит городской транспорт. Я, например, из нашего района, мы живём в Иманте, из нашего района, по всем своим делам, куда бы мне ни приспичило, я могу доехать на трамвае, либо на автобусе. Трамвай вообще ходит, мне кажется, каждые пять минут. Он у нас буквально в трёх шагах от дома. Вот, автобус, который мне нужен, он ходит пореже, но всё равно, если подгадать под время, а Google показывает время расписания автобуса, когда на него нужно прийти, если подгадать это время, то очень удобно, если сел на автобус, поехал. Билетик одноразовый на автобус стоит евро и 15 центов. Тоже очень классно, очень удобно. В трамвае можно его купить прямо, в самом трамвае, не у водителя, а там есть такой, как сказать, билетный автомат. Его можно купить из анала, из обезнала, и более того, там есть выбор нескольких языков, то есть по умолчанию он стоит на латышском, но ты сразу можешь выбрать английский, немецкий и даже русский, и купить себе, сделать интерфейс на любом из этих языков, и купить билетик без проблем вообще. Также мне что понравилось, в автобусах и в трамваях висят наклейки с QR-кодами, потому что ты можешь скачать себе мобильное приложение и там онлайн по карте купить билет и активировать его при помощи камеры телефона, просто просканировав этот код. Это тоже очень удобно, потому что они висят по всему автобусу, и ты в любой момент подходишь, сканируешь, все, у тебя есть билет, ты честный гражданин. В автобусах, правда, в отличие от трамваев, нет билетного вот этого вот аппарата, поэтому нужно покупать только онлайн. Я с этим столкнулась и даже проехала с Зайцем однажды, но ничего страшного, слава богу, не вошли контролеры. Я их, кстати, видела здесь только один раз, проверили они билетики, все нормально, все хорошо. И еще один немаловажный, особенно для девочек, нюанс. Здесь, в Риге, я, по крайней мере, могу не мыть волосы каждый день, то есть они держат свой объем и выглядят чистыми, ну там, до трех дней. Хотя в Москве мне приходилось мыть волосы каждый день, потому что, если я, например, с утра помою, то там после обеда у меня волосы уже потеряли объем, опали и выглядят как сосульки. Я не знаю, с чем это связано, может быть, потому что плотность населения по сравнению с Москвой, плотность машин и вообще всей движухи гораздо ниже. может быть, что-то с водой связано, но мою я волосы точно так же, как и в Москве, даже тем же брендом шампуня. Но вот такой нюанс, волосы дольше остаются в хорошем внешнем виде, и поэтому это радует, это радует, потому что ты не паришься постоянно, что тебе нужно помыть голову, потом ее посушить, привести себя в божеский вид. Ну и самое главное, Рига по большей части русский город, и здесь, ну, мне кажется, 95, если не больше процентов населения говорят по-русски, поэтому вопросов никаких не возникает. Иногда в каких-то магазинах встречается, что не говорят по-русски, но в таком случае я перехожу на английский, и на рижане все прекрасно говорят на английском, в общем, никаких проблем с коммуникацией у меня не возникает. В общем, я довольна, мне нравится Рига. И хотелось бы, конечно, чтобы здесь было немножечко потеплее, но погода, такая погода, нужно привыкать. Так что заканчиваю на этом свой спич. Всем спасибо. Приезжайте в Ригу, если у вас есть такая возможность. Здесь интересный старый город, и, правда, красивый город. Здесь можно погулять и насладиться видами города. Все. Всем спасибо. Пока-пока.